уважаемые студенты мы продолжаем изучение курса академическое письмо на прошлой лекции это была пятая лекция ведь у нас тема 4 реферирование как принцип работы чужими источниками типа рефератов тема 4 а лекция 5 чтобы а еще и вводная лекция вот на прошлой лекции мы с вами говорили о реферировании включая понятие реферат рассматривали реферирование как принцип работы с чужими источниками а также анализировали существующее в настоящее время типы и виды рефератов напоминаю нам план нашей лекции прошедшей тезисы мы начали с понятия реферат которое прошло от латинской рефере вы можете делать сейчас скриншоты так наверно вам будет удобно потом работать с материалом запоминать его вот у нас основные требования определяемые к реферату информативность полнота изложения объективность корректность в оценке материала типы виды рефератов да репродуктивные и продуктивные виды рефератов реферат конспект реферат резюме и продуктивный реферат обзор и реферат доклад и вот определение каждого из них все это проходили в лекции сейчас опять же рекомендую вам сделать скриншот и потом внимательно изучить эти определения три основных компонентов структуры реферата библиографическое описание реферативный текст и справочный аппарат напоминание о том что реферирование это сложный творческий процесс в основе которого лежит умение выделять главную информацию из текста первоисточника и вот так же структура структуры рефератов по цели или значения они делятся на библиографические для научно-популярных руналах и учебные а библиографические в свою очередь рефераты делятся по своему пополните изложения делятся на информативные и индикативные а также на монографические и обзорные по этому слайду я тоже рекомендую сделать вам скриншот а главное ответить для на вопросы для закрепления то есть изучив тему прослушав видео лекцию номер пять напоминаю вам нужно обязательно ответить на вот эти вопросы для закрепления 1 в чем особенности реферирования как принципа работы с источниками каковы основные принципы работы чью-миночными текстами чем заключается главная опасность при работе чью-миночными текстами какие типы рефератов вам известны и чем реферат отличается от доклада и напоследок список рекомендуемой литературы по данной теме это было краткое повторение того что мы изучали на прошлой лекции и теперь переходим к сегодняшней теме итак мы с вами изучаем курс академическое письмо для студентов четвертого курса двух специальностей а также для студентов третьего курса специальности 0203 история и тема сегодняшнего выступления научный доклад основные принципы устного выступления цель лекции рассмотреть и усвоить понятия научный доклад и научный отчет проанализировать научный доклад как один из академических жанров изучить основные структурные компоненты тезисов доклада также что и принципы устного выступления план план нашей лекции содержат в себе три вопроса ночным доклад как жанр тезисы доклада и основные принципы устного выступления начнем с тестов лекции и определение того что такой научный доклад как жанр научный доклад-это научный документ, содержащий изложение научно-исследовательской или опытной конструкторской работы, опубликованной в печати или прочитанной в аудитории. В докладе должна быть отражена новизна и практическая значимость работы темы, раскрытые основные содержания и основные обоснованные выводы и предложения докладчика. Особой формой доклада является стендовый доклад, но и определение того, что такое научный отчет. Как правило, это доклад на научно-исследовательской конференции и сообщение о собственных самостоятельных исследованиях в различных областях знаний. Оформление результатов исследования – один из самых трудоемких этапов работы. Существует несколько основных форм представления результатов научной работы – статья или тезисы, доклады или сообщения, реферат, текст научного сочинения и отчет. Так вы видите, да? Последующий материал. В науке существует требования к определению исследовательских результатов. Ниже будут приведены некоторые общие рекомендации к научно-исследовательным текстам. Часто требования к определению работ указываются в конкурсных материалах или приглашениях к участию в конференциях. Поэтому нужно очень внимательно читать эти требования и соблюдать их соответствовать им. В докладе должна быть отражена новизна и практическая значимость темы, раскрытые основные содержания и обоснованные выводы и предложения докладчика. Все это отмечается и в тезисах доклада, которые, как правило, публикуются в сборнике по итогам мероприятия, конференции, семинарах, круглого стола и т.д. Тезисы доклада, как правило, содержат в себе два главных компонента – основные положения доклада, а также основные выводы и предложения. Необходимо уметь составлять тезисы письменного текста. Тезисы – это сжато сформулированные основные констатирующие положения текста. Тезисы бывают вторичными и оригинальными. И вот дальше приводится определение, что такое вторичные тезисы и оригинальные тезисы. Тоже можете сделать скриншот. Тезисы отчасти напоминают аннотацию к статье. Однако есть ряд важных отличий. Во-первых, тезисы длиннее, чем аннотация. Во-вторых, они отличаются по назначению. Если назначение аннотации в том, чтобы определить, имеет ли смысл читать весь текст, например, всю статью, то назначение тезисов на конференции в том, чтобы определить, стоит ли включать доклад в программу конференции, в какой тематической секции должен быть прочитан доклад, стоит ли публиковать статью. И обычный объем тезисов – это 1-2 страницы от 3 до 6 тысяч знаков. Пожалуйста, вот вам структура тезиса. Введение, основные положения, выводы, утверждения, утверждения первое, второе, третье. Пару предложений в качестве заключения и список литературы. Научная сфера – прежде всего сфера письменной речи. Однако учебный процесс и дальнейшая профессиональная деятельность предполагают немало устных выступлений, ответы на семинарах и экзаменах, презентации квалификационных работ, доклады на конференциях и конгрессах, не говоря уже о лекциях, различного рода публичных выступлениях, которые есть во всех сферах жизни – и в научной сфере, и в управленческой, и в сфере бизнеса и так далее. Освоить устное выступление, основные его принципы – это очень важно. Надо сказать, что хорошее устное выступление может повысить балл оценки за работу, да и наоборот. Речь ответа на вопросы после выступления могут составлять до половины общей оценки. Бывает так, что сама дипломная работа или дипломный проект достаточно сильный, но очень плохо представлен. Очень плохо защищен, так кстати оценка понижается. А бывает наоборот довольно средний дипломный проект, очень хорошо представлен, так сказать успешно данные ответы на все вопросы, оценка в этом случае может быть повышена. Как правило, при оценивании устной речи обращают внимание на следующие параметры – содержание, правильность речи, отчетливое произнесение, владение темой научным стилем, общей культурно-научным кругозором, соблюдение регламента, безусловно, вы не должны выйти за рамки введенного вам премия. Это просто невежливо, да? Не очень порядочное по отношению к другим участникам мероприятия, контакт с аудиторией, невербальные компоненты, качество слайдов или родственных материалов, а также глубина и креативность ответов на вопросы. Вот на этом слайде говорится об отличиях устной речи от письменной. Действительно, она и строится иначе, устная речь, и готовится отдельно. Поэтому продумывать речь нужно с учетом всех невербальных компонентов, а перед уступлением ее желательно отрепетировать. И мы подходим к финалу лекции. Вопросы для закрепления. Первый. Каковы сны характеристики научного доклада как жанра? Второй. Какие компоненты должны включать в себя тезисы доклада? Третье. В чем заключаются особенности научного доклада как разновидности академического текста? Четвертый вопрос. Каковы сны принципы устного выступления? И пятый. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы ваше устное выступление запомнилось тем, кто его слушал? Ну и литература по данной теме. Вот эти работы подробно раскрывают суть того, о чем мы с вами говорили на лекции. Таким образом, мы с вами прослушали лекцию на тему научный доклад «Осные принципы устного выступления». Более подробный материал содержится в силабусе, поскольку в данной презентации на слайдах, которые вы видели, излагается в какой-то мере тезисно. Самые основные положения нашей темы. И если вы хотите эту тему изучить более детально, естественно, безусловно, нужно обратиться в первую очередь к списку рекомендуемой литературы, который перед вами. А во-вторых, у вас есть силабус. Это программа изучения курса, очень детальная программа, в которой есть тезисы лекции, но тезисы развернутые, достаточно подробные. Поэтому у нас силабус занимает порядка 60-65 страниц. И вы можете смело обратиться к силабусу и внимательно посмотреть все, что там содержится, в том числе по теме «Научный доклад и основные принципы устного выступления». Я думаю, каждый из вас понимает, что нужно овладеть и как писемным стилем, так сказать, академического письма, так и уметь делать научный доклад в виде устного выступления. Но, конечно же, хорошо, если он будет подтверждаться яркими раздачными материалами, интересными слайдами, интересной информацией, тогда ваш устный доклад от этого только выиграет. Ну и обратив внимание, вам нужно быть готовым к дискуссии, к вопросам после устного выступления на конференции. И здесь, в общем-то, можно и подумать заранее над тем, какие вопросы вам могут быть заданы. и наметить тезисы ваших потенциальных ответов на эти заданные вопросы. То есть, нужно быть готовым, так сказать, к тому, что одни люди более глубоко в вашей теме, другие менее глубоко. и нужно, так сказать, постараться удовлетворить любопытство и тех и других, так сказать, да, последовательно, логично, аргументированно, ответив на поставленные вопросы. На этом наша лекция завершается. И на следующей лекции, это уже будет практически середина нашего курса. Седьмая лекция. Вот. Она будет представлена вам в течение нескольких ближайших дней. На этом наша лекция завершена. Она была такой двухкомпонентной. Мы обзорно так быстро прошлись по материалам предыдущей лекции, вспомнили, о чем говорилось в прошлый раз о реферировании типа рефератов. И более подробно, более детально поговорили о теме научный доклад и основные принципы устного выступления, структура научного доклада и так далее. На этом мы заканчиваем. Благодарю вас за внимание.